Поправки к законопроекту о возможности первичной обработки улова на судне отклонены. Вице-спикер Госдумы Ирина Ировая защитила интересы рыбаков Камчатки. Речь идет о разграничении возможности заниматься прибрежным и промышленным промыслом одновременно в одном рейсе. Суть поправок заключалась в том, что одновременно нельзя было производить промысел в прибрежке, в промышленной зоне или по инвескводам. У нас сегодня есть три вида инвесквод, и эта поправка предполагала, что за один выход можно работать только по одному разрешению, в той, иной или третьей зоне. Соответственно, до этого и сегодня мы пока работали, могли пользоваться любым разрешением в зависимости от обстановки. Могли ловить как в промышленной части, в прибрежке. Вот эта поправка, конечно, она значительно сужала наши возможности, била в первую очередь по экономике, ну и практически, можно сказать, уничтожала прибрежное хозяйство, которое является довольно-таки значимой частью развития Камчатского края. Ирина Ировая отстояла интересы камчатцев и на заседании профильного комитета, и на совещании под руководством заместителя председателя Госдумы Алексея Гордеева. По итогам изменения, которые, по мнению рыбаков, могли ухудшить условия работы для прибрежного рыболовства, не поддержаны. Ирина Анатольевна Ировая в очередной раз встала на защиту рыбаков Дальнего Востока, Камчатки, не допустила принятия этих поправок, которые привели, в принципе, к коллапсу в рыбохозяйственной отрасли, в прибрежном рыболовстве Камчатки. Мы вышли на Ирину Анатольевну с просьбой обратить внимание на этот документ, но она прекрасно была осведомлена об этой проблеме уже. С Ириной Анатольевной мы обсуждали этот вопрос о перспективах, о проблемах, которые есть и могут возникнуть. Ну и, соответственно, позицию, которую она озвучила, она озвучила в защиту рыбаков Камчатки в первую очередь. Поскольку, я напомню, Камчатка является основным рыбопромысловым субъектом Российской Федерации, на долю Камчатки приходится почти третья часть общероссийского вылова. Первым забил тревогу председатель Камчатского рыболовецкого колхоза имени Ленина Сергей Тарусов. Он обратился к Ирине Ировой с просьбой остановить принятие поправок, которые пагубно сказались бы на судьбе всего прибрежного промысла. Соответственно, мы обращались к Ирине Анатольевне с просьбой о том, чтобы этот вопрос не был рассмотрен. И от рыбаков хочу поблагодарить, что Ирина Анатольевна приложила все возможные и невозможные усилия, и эта поправка была отклонена. Причем эта поправка уже направлялась в Госдуму второй раз. Поэтому, конечно, она сегодня проводит очень такую большую и знаковую работу. У рыбаков с Ириной Анатольевной сложились хорошие отношения уже на протяжении последних, наверное, 10, а может быть и 15 лет. Это не только последние, вот эти результаты работы. Те все обращения, которые мы делали в ее адрес, она всегда очень внимательно относилась и оказывала большую помощь и поддержку в их решении. Это уже, конечно, на протяжении долгого периода. Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Зетовецкий подчеркнул, что это далеко не первый раз, когда Ирина Ироваев встает на защиту рыбаков. Мы благодарны Ирине Анатольевне за то, что она добилась отмены этих поправок, убедила лиц, которые их обсуждали в том, что они избыточные, будут мешать и в них нет никакого смысла. На самом деле, это уже не первый такого рода случай, когда Ирина Анатольевна, благодаря своему вниманию к вопросам рыбохозяйственного комплекса Камчатского края, помогает камчатским рыбакам в решении сложных вопросов нормативного права регулирования. Так, с помощью Ирины Анатольевны ранее решался вопрос по уведомительному порядку пересечения границ, также создававшему очень большие проблемы для наших предприятий. Это было очень нужное решение в свое время, я сказал бы, даже прорывное. Помогло значительно сократить издержки предприятиям при работе в море. Также в пользу камчатских рыбаков по инициативе Яровой изменены сроки для перехода с системы слежения Аргас на ГЛОНАСС. Такого рода очень важные вещи, конечно же, невозможно проводить без, в хорошем смысле, достойного лоббиста в Государственной Думе, которым, на наш взгляд, сегодня Ирина Анатольевна является, и мы очень благодарны за счет ее работы, удается решать много проблем. Ну и вот ее посыл о том, что необходимо обеспечить обязательное привлечение дальневосточных регионов, дальневосточных рыбаков к обсуждениям любых инициатив нормативных, он очень правильный. По мнению Ирины Яровой, все инициативы рыбоперерабатывающей сферы должны в обязательном порядке, предварительно до их внесения, обсуждаться с представителями отрасли.